Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связной мысли сквозь бессознательное. По обе стороны, по колено в черной, как смоль в воде, стояли огромные резные сундуки темных палаццо, полные непостижимых сокровищ. Я всегда был приверженцем мнения, что Бог, или по крайней мере Его Дух, есть время. Я всегда считал, что раз Дух Божий носится над водой, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, рябе, и раз я с севера, к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый Год в несколько языческом духе стараюсь оказаться у воды предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голой девы верхом на раковине, я жду облако или гребни волны, бьющейся в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской проницательностью, а с нежностью и благодарностью. Великобритания Бесконечными гуляниями по музеям и церквям, где развешаны полотна Тициана, Тинторетта, Беллини, Тьеппола, младшего и старшего. Конечно, есть люди, которые ездят в Венецию просто за видами, за архитектурой. Не забудем про шопинг, о котором, хотя, на мой взгляд, он перехвален, складываются легенды. Ну, многие ездят за тусовкой, за обществом себе подобных, на бьеннале, на архитектурной бьеннале, на кинофестиваль. Я бы хотел рассказать той редкой расслойке людей, которую, может быть, в какой-то момент станет принадлежать, которые ездят в Венецию за литературой. Потому что Венеция, кроме прочего, это и литературная столица человечества. Я расскажу о десяти писателях, следы которых их поклонники ищут в городе Венеции. В XII веке Светлейшая Республика Венеция стала крупным поставщиком услуг мореплавания для континентальных европейских держав, у которых не было своего флота. Но, когда Венеция снаряжала корабли для первого крестового похода, то выяснилось, что потребности Европы значительно превышают потребности самой республики. И это привело к осознанию необходимости построить некую большую судостроительную фабрику. Такая фабрика была создана и получила название Венецианского арсенала. Оттуда, собственно, в нашем языке слово «арсенал». И вот этот «арсенал» так впечатлил Данте Альгери, что в XXI песне «Ада» в «Божественной комедии» он очень подробно описал производственный процесс в «арсенале» в качестве метафоры того, как деловито снуют и хлопочут черти в аду. И вот эта цитата из XXI песни «Ада», она сейчас увековечена на мемориальной доске на стене того самого Венецианского арсенала, который Данте Альгери воспел в XIII веке. Для того, чтобы ее найти, нужно от славянской набережной, от рио-индельской авони повернуть налево в сторону арсенала, перейти через арсенальский мост, посмотреть на Львов. И левее в сторону церкви Сан-Мартина Вискова будет вам эта белая доска, увековечившая стихи Данте про венецианский арсенал. И как в венецианском арсенале кипит зимой тягучая смола, чтоб мазать струги те, что обветшали, и все справляют зимние дела, тот ладит весла этот забивает, щель в кузове, которая текла, кто чинит нос, а кто корму клепает, кто трудится, чтоб сделать новый струг, кто в снасти вьет, кто паруса латает. Младший современник Данте, итальянский поэт Франческо Петрарко, был большим другом и поклонником Венеции. Ну и, соответственно, Венеция была его покровительницей и поклонницей. Поэтому в один прекрасный момент Петрарко заключил соглашение с Венецианским советом о том, что он перевезет в город свою библиотеку. И под это дело ему выделили целый дом на самой козырной венецианской набережной, которая сейчас называется Рива де Иске Вони, то есть набережная Славян или набережная Рабов. Это спорный вопрос, в честь кого она названа, в честь славян, которые сюда приплывали, или в честь невольничьего рынка, который здесь предположительно был. Как бы то ни было, на этой набережной, о которой мы еще не раз сегодня поговорим, находится здание, которое было передано Петрарке для того, чтобы там разместилась его легендарная библиотека, а также он сам и те члены его семьи, которых он пожелает с собой привезти в Венецию. И действительно, Петрарка привез в Венецию свою библиотеку, свою дочь, своего зятя. Они поселились на этой самой будущей славянской набережной и прожили там пять лет. Но это дело кончилось большим разочарованием для Петрарки, потому что библиотека его, как мы догадываемся, была гуманитарная, то есть она была посвящена поэзии, художественной литературе древних времен и современных ему. А венецианцы были люди очень позитивные, очень прикладные, их больше интересовала физика, астрономия, математика, те темы, которые в библиотеке Петрарки отражены не были. Поэтому в какой-то момент Петрарке все это надоело, через пять лет, и он уехал, и библиотеку свою увез, и ему выделили власти Падуэй такую дачу под Падуэй, где, собственно говоря, он в окружении своих книг спустя некоторое время и скончался. В этом месте мы перескакиваем через большое количество прославленных итальянских литераторов, которые в разное время жили, родились, работали или гостили в Венеции. Проскакиваем через драматурга Карла Гальдони, его извечного соперника, тоже драматурга Карла Гоцци, через Тарквата Тасса, который несколько лет провел в Венеции и издавал здесь свои произведения. Через Владовику Ариоста, через Петру Аритину. Все они бывали в Венеции, но я думаю, что если вам захочется найти связанные с их здесь пребыванием места, то вам это несложно будет сделать без моих подсказок. А если нет, то переходим к следующему пункту. Гений немецкой литературы Иоганн-Вальфганн Гёте сделал очень большую для писателя его эпохи карьеру. После того, как его сочинения стали знамениты, он был принят при дворе, он получил высокие дипломатические должности, он разбогател. В общем, можно сказать, что жизнь его удалась. Но к 37 годам ему показалось, что протекает она скучно. И надо заметить, что ему совершенно правильно показалось. Потому что в свои 37 лет, что по тем временам было возрастом глубокой и древней старости, Иоганн-Вальфганн Гёте ни разу в жизни не видел моря. Он вообще не особо выезжал за пределы тех немецких княжеств, в которых протекала его работа и карьера. Соответственно, тайком от всех, в возрасте 37 лет, прославленный литератор, придворный дипломат Иоганн-Вальфганн Гёте отправился в путешествие по Италии. И в ходе этого путешествия попал он в город Венецию. И жил здесь в доме на Калле де и Фузере, где до сих пор можно видеть мемориальную доску, отмечающую его здесь пребывание. Но главное впечатление было не в этом доме, который обычный такой многоквартирный дом той эпохи. А главное впечатление было, конечно, когда великий поэт забрался на колокольню Сан-Марко. Лифта в колокольне тогда не было, то есть ему пришлось преодолеть некоторое количество сотен ступеней. Но вот он вышел на эту площадку, на которой за 150 лет до того Галилео Галилея демонстрировал дожу в свои физические эксперименты. Он посмотрел с этой площадки на юг, увидел остров Лидо и позади этого острова 37-летний Гёте первый раз в жизни увидел море. Излишне говорит, что впечатление оно на него произвело неизгладимое, и он отправился путешествовать дальше по Италии, уже по морскому берегу, и уже стал видеть море с близкого расстояния, уже даже, может быть, трогать его пальцами, не рискну предположить, что он в нем купался. Другим писателем, который посвятил Венеции несколько глав в своем повествовании, был всеми нами любимый Сэмюэл Клеменс, шире известный как Марк Твен. Он вымутил себе роскошную командировку, еще будучи журналистом, корреспондентом нескольких американских газет, командировку на борту парохода, который отбыл из Америки на Ближний Восток, с заходом во все значимые европейские порты, французские, греческие, турецкие, с прибытием в Святую Землю, с посещением Египта и возвращением назад в Америку. И все это путешествие многомесячное Марк Твен сначала документировал телеграфными депешами в редакции, которые ему оплатили эту поездку, а потом, когда он вернулся, он издал эти свои путевые заметки книгой, которая называется «Innocence Abroad – The New Pilgrim's Progress», то есть «Простоки за границей. Новый путь паломника». Ну, «Пилгрим's Progress» тут отсылает нас к классическому английскому трактату Джона Бендиана «Пилгрим's Progress». Так вот, в этой книге, в этой серии репортажей, Венеции посвящены две главы. Это довольно занятные главы, в которых Марк Твен с таким позитивизмом коннектикутского янки при дворе короля Артура довольно подробно рассуждает о разных сторонах жизни Венеции, о том, как здесь была устроена правоохранительная система. Его ужасает, что все могли донести друг на друга через специальные щели, которые назывались «бокадиллионы», то есть «род льва», что туда можно было положить любой донос, и человека сразу по этому доносу «замели», пишет Марк Твен. То есть это он так себе представляет. На самом деле он себе неправильно все представляет. Венеция была все-таки очень маленькое и свойское место, поэтому анонимного доноса тут совершенно не было достаточно для того, чтобы уничтожить жизнь человека. С доносами этими разбирались, был сыск, и если эти доносы не содержали в себе никакой правды, то, в общем, не случайно они писались анонимно, потому что доносчик мог бояться сам наказания. Также Марк Твен пишет, что несчастных, на которых подали донос, их тут же заключали в тюрьму Пьемби. Это вот тоже смешное такое заблуждение американца. Тюрьма Пьемби вообще на самом деле насчитывает семь камер, поэтому всех людей, которые сидели в тюрьмах Венеции, туда заключить нельзя было бы. Это вообще была такая аристократическая VIP-тюрьма-делюкс. В 1912 году Венецию посетил известный писатель Франц Кавка, который всем нам знаком и мил нашему сердцу как творец самых разнообразных эготичных ужасов. Но Венеция как-то странно подействовала на Кавку. Вместо того, чтобы написать здесь какие-нибудь ужасы, он написал любовное письмо своей невесте Фелиции Бауэр. Это произошло в 1912 году в гостинице Габриэли на той же Славянской набережной, о которой я рассказывал раньше. И мемориальная доска, рассказывающая, что именно здесь Кавка написал свое любовное письмо, до сих пор видна на фасаде этой гостиницы. Светлейшая республика Венеция просуществовала около тысячи лет. А потом Наполеон занял ее и по договорам передал австрийцам. После этого Венеция 70 лет просуществовала в условиях иностранной оккупации. И в начале этого периода Светлейшая Республика, которая была одним из богатейших государств тогдашней Европы, впала в полное ничтожество. То есть, ну, практически, потеряв суверенитет, она перестала представлять какой-то серьезный интерес в смысле международной торговли. А это был источник всех ее богатств. И вот эта вот Венеция, она стала приходить в упадок, она стала как-то опускаться, разрушаться. Собственно, ее такой поюзанный вид, который мы наблюдаем на ее древних камнях, он связан именно с этим 70-летним периодом иностранной оккупации, когда уже Венецией не управляли Дожи, а управляли австрийский генерал-губернатор, занимавшийся всеми вопросами, включая цензуру Опер Верди и Эхли Бретто. Так вот, большим счастьем для Венеции стало то, что ее в это время открыли поочередно англичане и американцы. Сначала англичанин, художник, искусствовед Джон Рёскин приехал сюда, был потрясен архитектурой, живописью и скульптурой, и написал про это монографию «Камня Венеции» в трех томах, из-за которой Венеция стала безумно популярна среди англичан. Она стала английской туристической меккой. Ту же самую работу для американцев проделал писатель Генри Джеймс, который тоже часто бывал в Венеции, очень ее любил. И в частности, действия его романа «Крылья Голубки», самых драматических сцен его романа «Крылья Голубки», происходят в одном из дворцов на берегу Большого канала, Канал Гранде. Этот дворец в романе «Крылья Голубки» фигурирует как Палаццо Лепорелло. Но на самом деле мы знаем, что это здание называется Палаццо Барбаро, в честь владевшего им некогда семейства Барбаро. Там по сюжету романа живет героиня трагическая, тяжело больная молодая американка, влюбленная в главного героя, в англичанина. А англичанина интересуют только, на самом деле, ее деньги. И тот факт, что она тяжело больна. Что означает, что она скоро умрет, она эти деньги унаследует и женится на той англичанке, собственно говоря, с которой он давно планирует соединить свою жизнь. Но просто у них нет денег, поэтому надо как-то этот вопрос решить. И вот он морочит голову этой бедной американке, которая, когда об этом узнает, она быстро умирает, но оставляет ему свое состояние. Так что, в общем, хэппи-энд за ее счет. В 20 веке Венецию прославил своей новеллой, опубликованной в 1911 году, великий немецкий писатель Томас Манн. Он в смерти Венеции описал, как приезжает сюда немецкий писатель, успешный немецкий писатель, и влюбляется в польского мальчика. И с любовью этой ничего не может поделать, и в итоге умирает. Действие этой новеллы в основном разворачивается на острове Лидо, в гостинице, которая называлась «Отель де Бен» или «Гранд-Отель де Бен». Эта гостиница сейчас выкуплена и переделывается какими-то арабскими строительными инвесторами в кондоминиум, соответственно, скоро там будут продаваться квартиры. Сейчас там, к сожалению, ремонт, и на интерьеры не посмотреть. Это та самая гостиница, в которой в 1929 году умер Дягилев. Это та гостиница, в которой снимался знаменитый фильм «Английский пациент». Ну, не говоря уже о том, что и экранизация смерти в Венеции Лукино-Висконте тоже снималась в тех же самых интерьерах. Другим прославленным гостем Венеции был великий аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес. Ну, собственно, чем он тут занимался, не так. В общем, широко известно. Известно, что он жил в гостинице Лондро, где до него останавливался Петр Ильич Чайковский, а после него Иосиф Александрович Бородский. Но в память о Борхесе и в память о его пребывании в Венеции на острове Сан-Джорджио-Маджоре разбит целый зеленый лабиринт, который так и называется лабиринт Борхеса. В него иногда можно зайти, а иногда можно просто разглядывать его с построенной Андреа Палладио, колокольни, монастыря Кафедрального собора Сан-Джорджио-Маджоре. На русских поэтов Венеция традиционно производила неизгладимое впечатление. Существуют знаменитые, посвященные Венеции, стихотворения Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Бориса Пастернака, Осьпа Мандельштама. Про Мандельштама, кстати, до сих пор существует полемика, бывал ли он когда-нибудь в Венеции. Судя по данным биографов, нет, не бывал никогда. Судя по тексту стихотворения про венецейскую жизнь, не мог не бывать, потому что иначе такие метафоры. Он не мог бы породить про груды стекла, которые тают в ванной, не в спальне, извиняюсь, на подоконнике. Но самым, наверное, частым гостем в Венеции, оставившим здесь бесчисленное множество следов, был поэт Иосиф Александрович Бродский, который написал о Венеции замечательное эссе «Набережная неисцелимых», которое многие ошибочно принимают за путеводитель по этому городу. По местам славы Иосифа Бродского в Венеции можно путешествовать бесконечно, потому что он практически переворошил здесь каждый камень. Но мы назовем несколько мест, просто такие наиболее обязательные к посещению, если человек приезжает в Венецию по стопам Бродского. Ну, прежде всего, это, конечно, железнодорожный вокзал, на который Бродский впервые прибыл в Венецию в 1973 году под Рождество. И эта сцена довольно подробно у него описана в первых главах Набережной неисцелимых. Дальше с вокзала он на Вапоретто попадает на остановку Академия и в одноименный пенсион, пенсионный Академия. Бродский пишет про эту гостиницу всякие ужасы, но на самом деле она довольно четырехзвездочная. Обида Бродского на Академию связана с тем, что девушка, которая его встречала, повезла его не к себе домой, а в какую-то гостиницу. Поэтому Бродский много обидного про эту гостиницу написал. Любимым местом обедов у Бродского, где он ел сам и куда водил всех своих многочисленных гостей, приезжавших к нему в Венецию зимой, была трактория Аль-Ла-Риветта. Это такой трактир, который Бродский облюбовал, потому что он считал его аутентичным. Почему он считал его аутентичным? Потому что припарковавшиеся у стен этого заведения гондольеры туда заходили и там ели. А правила вы знаете. Если где-то едят местное, значит это настоящее, значит это не туристическое говно. Но при этом надо понимать, что в меню трактория Аль-Ла-Риветта на сегодняшний день есть шесть языков, включая японский и русский. Так что при всем уважении к гондольерам, место за это время стало туристическим достаточно. Остров Сан-Петро, которому Бродский посвятил большое одноименное стихотворение, находится достаточно далеко, и редкий гость туда доходит. Но если у вас найдется время на посещение этого дивного, тишайшего уголка Венеции, настоятельно его рекомендую. Ну и паломничество по местам, связанным с Бродским Венецией, приходится окончить на его могиле, на острове Сан-Микеле. Это насыпной остров-кладбище, который насыпан здесь Наполеоном, потому что до этого венецианцы имели обыкновение хоронить своих мертвых в тех же своих дворах, откуда они брали колодезную воду. Наполеон, для того, чтобы положить конец этой антисепции, санитарий, в 1807 году начал насыпать кладбище на острове Сан-Микеле, тогда монастырском, и в 1813 году это кладбище открылось. Бродского перезахоронили на этом кладбище в 1997 году. Первоначально он был похоронен в Нью-Йорке. И с тех пор, как он здесь упокоился, его поклонники, прибыв в Венецию, первым делом отправляются на Вапоретто, на речном трамвайчике, отправляются на остров Сан-Микеле для того, чтобы оставить у могилы поэта новую пачку своих стихов или его стихов и сигарет. Такова традиция. Я не буду пытаться навязывать вам свое представление о том, какие места в Венеции являются главными и важными. Откройте свои, читайте тексты, читайте воспоминания Джакома Казанова. Там описано огромное количество мест в этом прекрасном городе. Находите свою Венецию, так же, как я нашел свою. Добро пожаловать. На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы четче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов-складчатей, ангелы невесомей. На улицах темнеет, но еще не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь, ревностно топчут барочные и готические фасады, не щадя ни твоего лица, ни мимолетного облака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok